привет сегодня смотрим с вами на нож форш дэла ель как то так он произносится если я правильно это произношу французский и ко всему прочему это значит кузница вот этого самого дэла ель да ну в общем то это французский нож мы можем видеть какой такой классический дизайн да то есть особенно интересно вот это вот все сделано по обуху и вот дальше по рукояти все переходит такая пчелка здесь прям интересно давайте пройдемся вот почему сначала стали здесь применяется сталь т12 коммерческое название стали бонпер тюс как-то так в общем-то ты 508 лучше перейти ссылочки в описании под видео и почитайте более подробно если вам это интересно 57 59 единиц порог в лу 3 миллиметра по обуху 02 05 ближе кончику свинья почти по всей длине ревшей кромки это всего лишь 02 05 это вот здесь уже ближе к кончику 86 грамм по весу стали т508 это углеродистая полу нержавеющая сталь французского производства то есть она не прям такая чтоб совсем углеродка да но все-таки немножко за ней ухода нужно рукоять это оливковое дерево ну и больстер из нержавеющей стали там как бы вот это все вот все вот эти вот части которые вы видите металлические да это у нас все нержавеющая сталь то есть плашки все это нержавеющая сталь выполнена очень интересно вот именно красиво то есть бэкспейсер вот с нержавеющей стали но с орнаментом ручной работы называется файл бог то есть дословно переводится с английского как работа напильником или на пилинг в ножевой тематике этот термин обозначает как бы как раз таки вот такой узорный орнамент на металлических деталях ножа и выглядит это очень даже интересно красиво причем включая даже клинок то есть вот здесь конечно же фишка причем ну прям очень интересная то есть как это все выглядит как это сделано на мой взгляд очень стильно и красиво то есть это то что привлекает и придает дополнительно куда шарма данному ножу мы видим что конструкция здесь не разборная то есть все вот так как есть но я не чувствую каких-то ну люфтов то есть есть что я клинок могу немножко изогнуть но самих вот здесь вот люфтов никаких нет и вопросов здесь нет смотрите по замку это у нас так называемый семи лог считается редким видом замка и встречается на ножах именно французский вот этой вот фирмы лайель да как-то так механизм похож на slip joint то есть мы видим что тут у нас попадает вот такой специальный замочек в специальный паз на клинке ну вот может быть сейчас вам видно да то есть вот получается об очень мощный детент опять таки там у нас дополнительно такое вот изгиб внутри клинка сейчас попробую разложить тоже вам показать и здесь он тоже будет начать доводиться об тоже такой детент используется за счет изгиба специального то есть происходит детент клинка ну а так по по принципу вот смотрите видите изгибается вся вот эта часть просто своим таким естественным изгибом и в принципе очень-очень мощно закрывается за само собой здесь у нас вот так вот раскрытие просто двумя руками однорукого раскрытия невозможно то есть даже с учетом того что вы можете подцепить скорее всего не получится преодолеть этот детент и я рискую того что вот аж кстати вот как сильно раскрыть вот так вот буквально чуть-чуть уже срабатывает детент то есть он очень-очень мощный но прежде всего это не для того чтобы как-то там резко открывать что-то такое у нас и клипсы не то то есть это прежде всего нужно понимать что ручная работа и это франция то есть этот джентльменский нож он так и позиционируется как джентльменский нож это нож ручной работы француза то есть как бы французский нож и само собой как бы в этом его особая фишка то есть его Шарм скорее вот в этих материалах В этом классическом таком дизайне, причем Этот нож вполне себе прорез Потому что тоненький достаточно обух Тоненькое достаточно сведение, то есть Вопросов здесь никаких нет, все классно, причем Опять-таки обух я здесь намерил 3 мм Но он уже сужается, сужается, сужается Видите, да, даже вот немножко я могу Погнуть этот клинок, то есть в принципе Он такой прям вот очень даже резучий В руку ложится хорошо, то есть опять-таки Изгиб, все как бы, все как надо То есть нож получается вот такой Ну, необычный, своеобразный Достаточно интересный Да, это ручная работа, это Франция Потому, в общем-то, стоимость какую-то Низкую прям не ждите, вы поможете посмотреть Что он даже подлиннее, чем с Падрика Эндуро Давайте посмотрим на длину Клинка, где-то в районе 100 мм Здесь длина клинка, и так и есть Режевая кромка где-то в районе 93 Может быть 94 мм при замере По прямой, а общая длина где-то в районе 220, я бы сказал 3 мм Вот такой вот момент, давайте покажу Еще в макро то, что у нас здесь сделано Ну, понимайте, что это, как ни крути Ручная работа В принципе, для ручной работы Все выглядит очень и очень достойно Как на мой взгляд Можно перейти в ссылочке в описании под видео На официального дилера этой компании Я предоставлю ссылочку в описании Соответственно, это будет компания Резать.ру, которая предоставляет этот нож на обзор Они являются официальным дилером В том числе этого французского бренда Можете перейти посмотреть, что по стоимости По более подробным характеристикам Там все расписано Прям очень и очень подробно Спасибо за интересный нож Интересно было познакомиться Понимаешь, что оно из себя представляет По картинкам всегда определяешь Как-то не настолько хорошо, что ли Как это есть вживую Поэтому довольно интересно Всем спасибо, всем удачи, всем пока